Девушки отдыхают Есть небольшая прослойка актеров, которые находятся в тренде не только из-за своих актерских достижений. Есть что-то еще, что позволяет им мелькать в других местах, не связанных с Голливудом. Иногда этим моментом хорошо пользуются. К подобным актерам можно отнести того же Генри Кавилла, который в какой-то момент стал знатным ПК-боярином, что помогало ему выглядеть более звездным. Пока создается впечатление, что Генри немного сдал позиции, неправильно воспользовавшись уникальными возможностями. Схожим образом монетизирует себя и Райан Гослинг. Он никогда не был звездой с приставкой «Супер». Его фильмы редко срывали банк. Можно даже сказать, что Гослинг в какой-то момент своей карьеры стал таким гарантом косого провала. Этакий аналог Марго Робби, но сильно страшнее. Но он в этом не виноват, такая уж система у нашей планеты. Но при этом Райан выживал, в отличие от многих других актеров и актрис, которые из-за меньшего количества провалов исчезали в страшных местах. Карьера Райана стартовала в нужное время. Он умудрился стать одним из самых мемных персонажей мировой паутины. Даже те, кто не сильно знают Райана как талантливого актера, все равно его где-то видели. На тех самых картинках, которыми часто отвечают на разные вопросы или события. Гослинг здесь, наверное, один из лидеров. Он и сам это понимает, поэтому старательно поддерживает этот имидж. В отличие от того же Генри Кавилла, который отпустил ситуацию и стал просто Генри. В общем, сегодня о Райане Гослинге, который умеет быть мемом и еще неплохим актером. Из-за своих попыток быть более талантливым, он пролетел мимо многих известных ролей. К его талантам часто относились подозрения. Актером Райан решил стать в детстве. В 6 лет он посмотрел Рэмбо и проникся к Сильвестру Сталлоне искренней симпатией. По его карьере, любовь к Сильвестру хорошо заметна. Но пока он был маленький, это была не спичка в зубах, а нож. Такого ножа, как у Джона Рэмбо, он не нашел. А вот другие ножи вокруг Гослинга водились в изобилии. Так что он набирал их и шел в школу, где начинал метать ножи в своих одноклассников. Райану было весело, а вот бегающим от летящих в них ножей детям, наверное, не очень. Актер уверяет, что друзей у него не было. Такая загадка на 1 миллион долларов. Из школы его, кстати, после перформанса с ножами выгнали. Школьный Джон Рэмбо никому был не интересен. Так что учился Рэмбо на дому. Маме пришлось уйти с работы, чтобы Райан не вырос идиотом. Такой вариант обучения позволил ему сосредоточиться на своей мечте. Так что он много кривлялся перед зеркалом, улучшая свои актерские навыки. Здесь-то он и попал в клуб Микки Маус. Вместе с ним в этом клубе бегали Бритни Спирс, Кристина Агилера и даже Джастин Тимберлей. Райан говорил, что считался паршивым актером, так что авторы чаще показывали более талантливых детей. Но он все равно многому научился и старт для карьеры это был отличный. Когда его контракт с Микки Маусом истек, Райан стал мелькать в разных сериалах. Заезжал он даже к Кевину Сорбу в Геракло. А потом получил собственного Геракла. Молодость Геракла это такая попытка повторить именно успех Геракла с Кевином Сорбом. Сериал Райана был побюджетнее. Кроме него в остальных ролях непонятные актеры, которых набирали по объявлению. Да и то, похоже, так как почти никто не откликнулся, взяли те, кто звонил по ошибке. Возможно, что-то такое произошло и с самим Гослингом. Сериал мгновенно сдулся, так что рейтинги обвалились и уже на первом сезоне его закрыли. После чего Гослинг дал себе обещание никогда не сниматься на телевидении, а стать настоящим актером. Он мелькнул даже в фильме «Вспоминая Титанов» Дензела Вашингтона. Ну а прорывным для него стал фильм «Фанатик» 2001 года. Это было бюджетное независимое кино, большую часть которого сняли в партизанском стиле. Авторы ничего и никому не платили. Когда необходимо было снять эпизод на улице, Гослинга просто выталкивали из машины на нужную улицу, и он бегал перед камерой, после чего все прыгали в машину и скрывались от полиции. Какой-то большой кассы «Фанатик» не сделал, но его завалили премиями на разных фестивалях. Так что Гослинг проснулся знаменитым. И главное, его стали называть талантливым молодым актером с большим будущим. В последнее время мы довольно часто узнаем, что на стримингах вышел очередной успешный шедевр. Амазон и Нетфликс то и дело хвастаются миллионами платных подписчиков. Но мало кто задумывается, как данные сервисы выдерживают такой поток аудитории. Все дело в том, что они написаны на языке программирования Java. Java не нуждается в представлении, ведь это самый востребованный язык программирования в России, на котором работают многие государственные структуры. А Java специалисты получают зарплату от 200 тысяч и больше. Слушая все это, недовольно задаешься вопросом, а как стать Java разработчиком? Тут тебе поможет онлайн университет Kato Academy, чьи выпускники по статистике самой академии всего через год могут похвастаться средней зарплатой свыше 200 тысяч рублей. Причем Kato Academy гарантирует трудоустройство, поэтому студенты оплачивают обучение только после получения работы по специальности. И это не какой-то отложенный кредит. Если ты не трудоустроишься на зарплату более 100 тысяч рублей, ты ничего не платишь, даже если полностью прошел обучение. Kato Academy не работает на поток, а заботится о студентах, подходя индивидуально к каждому случаю, и ставит в приоритет ваше трудоустройство в компании Москвы и Санкт-Петербурга. Уже сейчас выпускники Kato работают в крупнейших компаниях страны, в таких как Сбер, Тинькофф, Альфа, МТС и другие. Так что не теряй момент. Переходите по ссылке в описании, обучайтесь Java и достигайте результатов Skata Academy. Где-то здесь Гослингу предложили главную роль в фильме «28 дней спустя». Предполагалось, что играть будет Йоэн Макгрегор. Но он разругался с режиссером Дэйни Бойлом, вылетел из пляжа и заодно из 28 дней. Отказ Гослинга обычно связывают с занятостью на других проектах. Тогда уже взяли Киллиана Мёрфи. В 2002 году актер попал в большой студийный фильм «Отсчет убийств», на съемках которого познакомился с Сандрой Буллок и какое-то время даже с ней встречался. Эпизод с ее облизыванием тоже протолкнул сюжет актер. Ему это показалось пугающим, и он предложил такой вариант Сандре. Она сразу же на него согласилась. У фильма возникли проблемы после съемок. Его не переснимали, но несколько раз перемонтировали. Пропали целые сюжетные линии, как и актеры, которые в них присутствовали. После подобного в прокате «Отсчет убийств» немедленно провалился, собрав 56 миллионов при бюджете в 50. В фильме не совсем понятно, куда дели столько денег. Но ленту долго разрабатывали, потом ее монтировало много разных людей, которым тоже пришлось платить. Ну и Сандра, будучи в те годы звездой первой величины, забрала себе 15 миллионов долларов. Гослинг уже поработал за спасибо. После чего актер проехал еще через пару независимых проектов, которые тоже провалились. Но бюджеты там были копеечные, потому актеру это никак не мешало. У таких фильмов главное, чтобы их кто-нибудь заметил. И авторов похлопали по плечу. За тот же «В погоне за мечтой» похлопали на кинофестивале Сандрс. Ну а в 2004 году произошел тот фильм, который уже сделал Гослинга узнаваемым актером. С этим фильмом Гослингу очень повезло. Поставить его хотели еще в середине 90-х, когда о Райане никто бы не вспомнил. Сделать это должен был Стивен Спилберг. А главная мужская роль была у Тома Круза. Но из-за занятости и того, и другого, сроки производства постоянно срывались. И из фильма они по итогу ушли. Позднее кино подобрал Джордж Клуни, но тоже из-за занятости не смог сыграть главную роль. Тогда уже до фильма добрался постановщик Ник Касаветис. Его многие могут помнить по фильму «Без лица». Там он был актером и внимательно слушал пугающие истории хирургических операций от невыносимо талантливого племянника. Нит подошел к экранизации романа Николаса Спаркса с другой стороны. Он не хотел видеть в главной роли симпатичного актера. Постановщик уверял, что искал какого-нибудь уродливого и не очень известного парня. Таким, по его мнению, был как раз Райан Гослинг. Попав фильм, Гослинг сразу же не взлюбил Рэйчел Маккарденс. Она по итогу прослушивания обошла Бритни Спирс. И Райан, который был знаком с Бритни, очень расстроился, о чем постоянно рассказывал Маккарденс. То и эти страшные рассказы не очень нравились, так что она тоже много рассказывала о Гослинге. Когда стартовали съемки, все их конфликты стали мешать производству. Так что постановщик вынужден был на день взять перерыв и серьезно с обоими побеседовать. После чего они перестали рассказывать друг другу разные пугающие истории и даже подружились, в том числе организмами. Но уже после съемок в фильме. Гослинг даже уверял, что кино на своих плечах тащило Маккарденс, так что он немного завидовал и постоянно злился. Обошелся дневник памяти в 29 миллионов, а в прокате собрал 118. Сейчас картина считается культовой и даже немного классикой. Карьеры и Маккарденс, и Гослинга резко пошли вверх. После дневника Гослинг эпично провалился с фильмом Останься. Его, правда, сняли еще до дневника, но потом понадобились пересъемки и прочие ремонтные работы. Так что бюджет раздулся до 50 миллионов, а собрать смогли только 10. Но уже в 2006 актер исправился, получив номинацию на премию Оскар за небольшой фильм Полу Нельсом. Бюджет фильма был меньше миллиона долларов, а в прокате собрали целых 5. Теперь уже Гослинга стали называть очень талантливым без приставки молодой. Отлично в прокате выступил и фильм Перелом, в котором Гослинг бегал вокруг Энтони Хопкинса. Обошелся фильм в 10 миллионов, а собрал 91. Но вместо того, чтобы пойти в дорогое кино и просить много денег, Райан наоборот заперся в небольших независимых проектах. Здесь ему прилетела номинация на Золотой Глобус за фильм Ларса Настоящая девушка. На прокате, правда, это никак не отразилось. Кино утонуло, как и фильм «Все самое лучшее», на котором ему уже прилетело от критиков. Но Райану удалось прикрыться Валентинкой. Ее и хвалили, и с кассой все было неплохо. Потратили на фильм 1 миллион, а заработали 13. Вместо этого фильма Райан мог сыграть главную мужскую роль в фильме «Милые кости». В основе фильма бестселлер Элли Сиболт, который оказался на книжных прилавках в 2002 году. Режиссер Питер Джексон очень хотел поставить ленту. И заявлял, что после «Кинг-Конга» экранизация книги Сиболт – наиболее важный проект в его карьере. Там, наверное, еще что-то должно было быть про «Властелин колец», но Питер – парень забывчивый. И Джексон взял на главную роль Райана, так как тоже считал его очень талантливым. Но когда Гослинг стал проявлять свой талант еще до съемок фильма, что-то пошло не так. Райан считал, что его герой должен выглядеть несколько иначе в фильме «Милые кости». И видение Питера Джексона его мало волновало. А потому он стал быстро набирать вес для роли, полностью игнорируя бегающего вокруг режиссера, произносящего разные нехорошие слова. Когда крики Джексону не помогли, он выкинул Гослинга из фильма и быстро заменил его Марки Марком. Тот не был таким талантливым, так что с видением режиссера никогда не спорил. Ну а потом случился, наверное, один из самых известных фильмов актера. Или даже самый известный. Первоначально фильм должен был снимать режиссер Нил Маршалл, ответственный за ленты «Спуск» и «Судный день». Главную роль собирался взвалить на себя Хью Джекман. Но при продакшн-ленты затягивался из-за различных творческих разногласий. И в итоге они оба покинули проект. Райан Гослинг признавался, что подписался на фильм только потому, что в нем было что-то супергеройское. А он всегда хотел сыграть супергероя. Но все роли интересных супергероев были заняты другими актерами со скромным потенциалом. И ему ничего не доставалось. Актер рассказывал, что фильм мог и не состояться. По крайней мере, с ним в главной роли. Когда он впервые встретился с Николасом Виндингом Рёфном, тот был болен и неохотно нес какую-то ерунду. Гослинг решил, что режиссер совершенно не заинтересован в фильме. И хотел отказаться от участия, хотя небольшой бюджет фильма, который сильно ужали после ухода Джекмана, выделяли именно под Гослинга. Но когда актер повез незнавшего города режиссера в гостиницу, они разговорились. А потом по радио заиграла музыка и Рёфна наконец-то прорвало. Так появился концепт с музыкой, под которую водитель колесит по городу. Спичку уже добавил Райан, чтобы больше походить на своего любимого актера-супергероя. В сценарии между героями Гослинга и Маллиган было гораздо больше диалогов. Но актеры решили основной упор делать на общем настроении сцен. Из-за этого Керри Маллиган сообщала, что ей приходилось по несколько часов в день просто тоскливо смотреть на Райана Гослинга. После того, как из сценария удалили большую часть диалогов героя Райана Гослинга, Брайан Крэнстон наоборот увеличил количество своих реплик. Так как сценарий этого не предусматривал, ведь предполагалось, что Гослинг и Маллиган будут хоть что-то говорить, большинство из новых диалогов – чистая импровизация Крэнстона. В прокате Драйв выступил хорошо и сейчас тоже является культовым и знаковым фильмом. Собрать удалось 77 миллионов при бюджете в 15. Считалось, что могло быть и больше. Но трейлерами слишком сильно обманывали людей. По ним у зрителя создавалось впечатление, что фильм будет ближе к какому-нибудь семейному фильму про гонки. Из-за этого на Драйв даже подала в суд какая-то женщина, которая шла на семью. Выиграть она, правда, не смогла. В общем, предполагается, что этот шум и возмущение могли фильму немного помешать. Правда, как и наоборот. Долгое время ходили слухи о сиквеле фильма. Но в 16-м году режиссер заявил, что никаких сиквелов и приквелов у Драйва не будет. По словам режиссера, почти все продолжения хуже оригинала. И он не хочет, чтобы нечто подобное произошло и с его Драйвом. Но так как варианты продолжения все-таки рассматривались, то ответ на вопрос о концовке фильма, думаю, понятен. Хорошо в прокате себя показали и Мартовский Ида, где Райан пытался не затеряться в тени Джорджа Клуни. Вроде как получилось, актер заработал еще одну номинацию на Золотой Глобус. Неплохо в прокате выступила и комедия «Это дурацкая любовь». За этот фильм он снова получил номинацию. В прокате лент она собирала 146 миллионов при бюджете в 50-е. А вот дальше у актера стартовала полоса неудач. Сперва провалился фильм «Только бог простит». Они с Рёвном пытались повторить успех Драйва. Но повторить ничего не вышло. Еще и на съемках они постоянно ругались. В прокате кино провалилось. Плохо выступило и место под соснами. Здесь он уже подключил админ ресурс и протолкнул в кино Еву Мендес. С которой стал дружить разными местами. Дружат они до сих пор. В общем история схожая с Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли. Кино провалилось, но свои бонусы на этом были заработаны. Но самый серьезный провал Райан получил с охотниками на гангстера. Предполагалось, что это будут такие неприкасаемые наших дней. Райан Гослин говорил, что согласился сняться в этом фильме из-за Шона Пэна и желания пострелять из автомата Томпсона. Потом он уже узнал, что общих сцен с Шоном Пэном у него не будет. Так что был дико разочарован. Когда он об этом узнал, он хотел отказаться от работы над фильмом. Но студия пообещала ему профинансировать его режиссерский дебют. И выделить 2 миллиона на съемки фильма «Как поймать монстра». С ним Райан тоже провалился и критики его разнесли. Так что режиссером актер больше работать не пробовал. Но охотники на гангстеров собрали всего 105 миллионов при бюджете в 65. У него был еще один провал между нами музыка Терренса Маллика. Сняли кино в 2012 году. Но все было настолько плохо, что у фильма исчез прокатчик. Потом исчезли и все желавшие стать прокатчиками. До больших экранов лента доберется только в 2017. Уже никому не нужная, где соберет целый миллион. В этот момент Райан познакомился с режиссером Дэни Вильневым. Он проходил прослушивание фильм «Пленница». Гослинг очень хотел получить роль, которая ушла Джейку Джилленхолу. Он доставал постановщика звонками и дежурил под окнами его дома. Но Вильнев ему отказал, хотя и утверждал, что Райан ему очень понравился. Из-за всей этой ситуации позднее Райан и получил роль в «Бегущем по лезвию». Мог актер засветиться и в фильме «Самый пьяный округ в мире». Он был подписан на фильм. Но производство затянулось и он вынужден был уйти. Тогда вместо него уже взяли Тома Харди. Харди не должен был быть таким огромным. Его раздуло на съемках других фильмов. Немного поправил свои дела актер с фильмом «Игра на понижение». С прокатом здесь все было хорошо и ленту завалили разными наградами. Вот только хвалили и награждали всех подряд, кроме самого Гослинга. Все становилось не очень здорово. Но пришел Ла-Ла Ленд. Забавно, что Райан чуть не попал в фильм «Красавица и чудовище» вместо Ла-Ла Ленда. Спасло его предложение режиссера Дэмиана Шазелла в самый последний момент. Он сразу же отказался от роли чудовища и перепрыгнул в Ла-Ла Ленд. А сюда его уже позвали из-за Майлза Теллера, который должен был играть главную роль, но происходила драма в прокате с «Фантастической четверкой». И режиссер, запаниковав, решил быстро сменить актера, чтобы эта драма не перекинулась и на него. Благодаря всем этим совпадениям, Гослинг в третий раз оказался в одном фильме с Эммой Стоун. За свое участие Гослинг наконец-то получил премию «Золотой глобус». «Оскара» у него нет до сих пор, хотя номинации присутствуют, и критики его в целом любят, так что где-то в будущем это событие явно произойдет. В прокате картина насобирала 447 миллионов долларов при бюджете в 30. Работал актер здесь за еду и только под будущий процент. Какой он был официально неизвестен, но считается, что он смог заработать около 30 миллионов долларов. Мог Райан провалиться с Гаем Ричи и фильмом «Агенты Англ». Он долгое время был одним из основных кандидатов на роль Наполеона Соло. Но, как обычно, производство затянулось и Райан убежал. Большим успехом с «Ла-Ла Лэндом» Райан воспользовался специфически. Он стал брать больше денег за свое участие, но сниматься только в кассовых провалах. Первым из них стали славные парни. Первоначально они должны были превратиться в сериал. Актеры в нем, естественно, должны были быть другие. Но в сериале все никак не могли придумать адекватное завершение первого сезона. В результате студия решила отдать предпочтение полному метру. Райан Гослинг утверждает, что согласился сниматься в фильме из-за того, что там присутствовали Рассел Кроу и Ким Бейсингер. А он всегда хотел с ними поработать. Наработали они вместе на кассу в 71 миллион при бюджете в 50. Еще хуже обстояли дела у «Бегущего по лезвию» 2049. У этой ленты нет всех этих пугающих проблем, которыми известен фильм 1982 года. Вильнюф быстро нашел общий язык и с Харрисоном Фордом, и с Райаном Гослингом. Гослинг большой любитель смотреть в сторону горизонта и многозначительно молчать. А это как раз то, что было необходимо постановщику. Из каких-то суровых историй есть только удар Харрисона Форда по лицу Райана. Для того это стало неожиданностью, что хорошо заметно и по лицу Гослинга, и по лицу самого Форда. «Бегущий по лезвию» поломался уже на тестовых показах. Постановщик уверял, что за дело взялись продюсеры, и лента здорово ужалась в размерах. Но Гослинга, смотрящего в сторону горизонта, практически не тронули. Попав в кинотеатры, фильм собрал всего 259 миллионов при бюджете в 150. Неофициально бюджет фильма еще больше, 175 и даже 190 миллионов. Но картину с восторгом встретили и критики, и зрители. И подобные провалы редко сказываются на карьерах актеров как-то слишком плохо. Но Райан старался. Сразу за «Бегущим» он подписался еще на один фильм Дэмиана Шазелла. Видимо предполагая, что это будет второй «Ла-Ла-Лэнд». Но случился человек на луне. Все необходимые ингредиенты, которые так любит Гослинг, в фильме присутствуют. Он снова подолгу куда-нибудь смотрел. За что получил 6,5 миллионов. При работе над этим фильмом Гослинг, вероятно, прошел через самую внушительную подготовку к роли. Он даже научился играть на термин «Вокси» и протащил его звучание в сам фильм. Так как Нил Армстронг был большим любителем подобной музыки. И пока шло производство картины, предполагалось, что это будущий кассовый хит с сотней разных премий. У ленты для этого было абсолютно все. Начиная от сюжета, заканчивая актерами и режиссером. Но попав в прокат, кино провалилось. Хотя критики отнеслись к нему хорошо. Не пошел в кинотеатры обычный зритель. Ленту называли слишком скучной. Авторы переборщили с аутентичностью. Даже корабли они сделали всего на 10% больше реальных. Так что всем актерам приходилось страдать на съемках, пытаясь в них поместиться вместе со съемочным оборудованием. Собрать удалось всего 105 миллионов при бюджете в 60. По хвальбе от критиков и хорошей оценке это, конечно, хорошо. Но Гослинг заполучил третий подряд большой кассовый провал. А если помнить о том, что фильм Терренса Маллика тоже добрался до кинотеатров только в 2017, то получается уже четвертый кассовый провал подряд. Но Райану помог ковид. Взлетели стриминги и Гослинг отправился на Нетфликс. Зарабатывать много денег. Получил он за серого человека 20 миллионов долларов. Что является для него рекордом без учета разных процентных отчислений. Фильм стал хитом сервиса по просмотрам, но вероятно всех надежд не оправдал. Так как еще до его выхода была заявлена целая вселенная с приквелами, сиквелами и вбоквелами. Но пока их нет. Сценарий продолжения пишут, но видимо он получается слишком уж мощным. Вероятно таким же крутым, как у первой части. Последним фильмом актера в данный момент стала Барби. За свое участие он получил 12 миллионов и номинацию на премию Оскар. Это самый кассовый фильм 2023 года. Райана за него обычно изо всех сил расхваливают. Иногда даже грозятся выдать ему отдельный фильм про его героя. Насобирала Барби 1 миллиард 446 миллионов при бюджете в 145. Сейчас актер снова стал очень большой звездой. Скоро у него выходит фильм «Каскадеры». Это комедийный боевик. Критикам его уже показали и он им понравился. В прокат же картина попадет только в мае. Бюджет у фильма 100 миллионов долларов. Можно будет узнать случайностью ли была Барби или Райан может быть кассовым актером. В целом в карьере Гослинга была пара моментов, когда он мог начинать переживать о своем будущем. Но хотя он никогда не был особо кассовым, да и провалов у него немало, ему удалось стать мемом. Пока это его очень выручает. Его вспоминают везде. Ему сейчас всего 43 и для суперзвездной карьеры еще достаточно времени. Сейчас можно даже не задумываться о переходе в стан боевых пенсионеров. Если с каскадерами все пройдет удачно, то его явно переведут в стан суперзвезд. В планах у него и приквел к 11 друзьям Оушена, где он должен снова сняться с Марго Робби. Сыграть они должны родителей Джорджа Клуни. Тот уже сообщил, что своей новой мамой очень доволен, а вот отца представлял как-то иначе. В общем, Райана можно только похвалить. В отличие от того же Криса Нетфликса, он не ушел с головой на стриминг и снимается в фильмах, которые попадают в кинотеатры, что гораздо опаснее для карьеры. Но Райан Гослинг достаточно смелый. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи. Субтитры создавал DimaTorzok